Добрый вечер! Начал космотелеведение диалога православия в прямом эфире. Если у вас есть вопросы, можете задать их священнику Русской Православной Церкви, настоятелю Николу Берликовскому монастыря, игумену Евмению. Отец Емений, добрый вечер! Добрый вечер! Продолжаем праздновать День Святой Троицы, День Бога Отца, Бога Сына, Бога Святого Духа. Во грядущее воскресенье будем отмечать День Всех Святых. Связаны ли как-то эти праздники? Почему День Всех Святых мы отмечаем сразу после Дня Пятидесятницы? Ну, действительно, здесь прямая связь. Правильно, так сказать, вы в этом увидели связующий момент. Потому что, конечно же, без Духа Святого святых бы не было. Так как всякий человек, который живет по своим волеизъявлениям, по своим прихотям, похотям, он не может стать святым, так как у него совсем другие желания. То есть он движим плотью, он движим человеческими какими-то естественными, как ему кажется, пожеланиями. И совсем не движим к Царству Небесному и не движим к высокому, такому равноангельскому естеству. Это только Божьим Духом человек может прийти в такое состояние, когда он обожается, то есть становится подобен Богу, так как вмещает в себя Дух Святой. И Дух Святой начинает им руководить, управлять. И тогда человек становится святой жизни человеком. «Без Бога мы доброго ничего сделать не сможем» – это слова из Евангелия. И поэтому сразу за схождением Духа Святого на апостолов мы празднуем, через неделю буквально празднуем День всех святых, как производную от Духа Святого, схождение Духа Святого, часть нашей Церкви. Ну, кроме того, мы помним, что и апостолы сами себе, так сказать, увидели в себе ту самую немощь, когда не могли выйти на проповедь до схождения на них благодати Духа Святого. То есть они прятались, они боялись, они не исполняли обещанного Господу, ведь Господь им заповедовал – идите проповедуйте Евангелие всей твари. Они сидели в закрытых кельях в своих каких-то домах и не выходили, пока на них не сошел Дух Святой. Дух Святой сошел на них, он дал им такие силы, что они 12 человек апостолов, они всю Римскую империю, можно сказать, перевернули, и во всей Римской империи были насаждены церкви, которые апостолы, собственно, и родили в той или иной части этой империи. Поэтому, конечно же, без благодати Духа Святого ни апостолы ничего бы не смогли сделать, ни другие люди, последователи апостолов, ни мы также ничего не можем сделать без благодати Духа Святого. Поэтому здесь прямая закономерная связь. – Давно праздник начали отмечать? – Конечно же, этот праздник, он, наверное, как только письменность стала записывать дела церковные, он стал и отмечаться. Это и апостолы об этом упоминали, это и Анзлатоуст упоминал. Но с IV-V века есть исторические документы, которые свидетельствуют о праздновании этого праздника. И в дальнейшем он каждый раз все расширялся, расширялся, и теперь и мы его празднуем, когда и к нам пришла православная церковь, когда и у нас стали рождаться в Царство Небесное люди святой жизни, и к святым всего, так сказать, мира добавлялись и наши русские святые. Здесь мы также последователи апостольской традиции, и мы, конечно же, этот праздник празднуем, потому что сами апостолы его, можно сказать, заповедовали праздновать. Иоанн Златоуст, великий учитель церкви, о нем писал, и многие другие святые отцы о них этот праздник упоминали. Наверное, не случайно, что на следующий день, как раз с понедельника, начнется апостольский пост после Дня всех святых? Ну, тоже здесь она такая, в общем-то, логическая цепочка просматривается, потому что, конечно же, этот пост нас подготавливает к той величайшей жертве, которую принесли Господу апостолы Петр и Павел. Они, мы помним, погибли мученической кончиной за проповедь Евангелия, и без благодати Духа Святого они бы не смогли этого сделать. Мы помним, как апостол Петр боялся даже сказать, что он ученик Христов, не то, что проповедовать Евангелие, без благодати Духа Святого, до сошества на него Духа Святого. И как он потом проповедовал, не боясь везде и всюду, и даже выступал и перед первосвященниками, перед правителями, перед князьями, ничего уже не боясь, поэтому мы видим, что без этого не было бы и такой славной его кончины на кресте. Как и апостол Павел, мы также видим, что он без особого промысла Божия о нем, он бы даже и не крестился, потому что он крестился только тогда, когда сам Господь его посетил, идущим в Дамаск для того, чтобы церковь Христову взять под стражу и привести, можно сказать, на уничтожение в Иерусалим всех христиан из Дамаска. То есть он возглавлял отряд такой вот, посланный первосвященниками. И на этом пути он был обращен и крестился, и Дух Святой его избрал своим таким избранным сосудом, через который Дух Святой многие тысячи людей привел ко Христу. То есть мы видим, что здесь также вот эта же логика размышлений наших, она проецируется и на пост Петра и Павла, апостольский пост, и мы в этом видим и для себя также такую же надежду, что и мы, движимые Духом Святым, войдем также в Царство Небесное. Ну и, конечно же, надо будет попоститься с понедельника всех. Вот поздравляю с началом поста. Ну я думаю, что мы еще об апостольском посте поговорим, если Бог даст. А сегодня предлагаю поговорить об еще одном святом памяти, который празднуется как раз вот 7 июня, то есть сегодня. Да? Это пророк, пророк Иоанн Предтеча. Вот несколько слов о нем. Ну, здесь можно слова привести евангельские. Сам Господь его восхваляет и говорит, что не был рожден женами боли Иоанна Предтечи. То есть он был пророк, причем, так как уже пришел Мессия, то это был последний пророк ветхозаветный Иоанн Предтеча. И многие пророки ветхого завета говорили о пришествии Христа, но лишь он один встретил его и подготовил ему пути. Опять же, как в Евангелии мы читаем, что Господь пошлет ангела пред лицем твоим, который уготовит пути твои, сотовит их правами и подготовит народ Израиля к принятию Мессии. Вот этого ангела, собственно, и в пророчестве ознаменованного, как раз мы говорим, что это Иоанн Предтеча и есть. Потому как его жизнь, она, конечно же, удивляет своим подвижническим строгим аскетизмом и, можно сказать, равноангельским таким житием. Он практически ничего не ел, он жил в пустыне, то есть у него не было даже пещеры какой-то, то есть он жил под открытым небом. Он ходил в одной и той же одежде из верблюжьей шерсти, которая очень колючая, потому что сама шерсть жесткая, и любой из нее, так сказать, предмет, он становится такой, как шкурка, то есть очень колючий предмет. А у него это была одежда из верблюжьей шерсти. Он был припоясан поясом, кожаным поясом. Он кушал дикий мед и акрит, то есть он даже хлеб не вкушал никаких, тем более там каких-то блюд там или сваренных, или пожаренных. У него не было ни огня, ни печки, ни сосудов, в которых можно было бы что-то себе приготовить. То есть он кушал вот то, что произрастало в пустыне, и то, что было собрано дикими пчелами. Естественно, если каждому из нас сказать, что вот ты сможешь так прожить месяц, ну, может быть, за месяц мы исхудаем, и потом все-таки будем восстанавливаться долго. А он так жил всю жизнь, с детства, с малолетства, так как его родители умерли, оставив его в одиночестве. Собственно, и удивительным образом Господь его сохранял вот в таких жесточайших условиях. Я напомню, что Палестина, то есть Израиль сегодняшний, это хоть летом там тепло, но зимой там холодно, и там можно и замерзнуть. То есть по ночам особенно, там и до минусовых отметок опускается температура. И как можно жить без крови над головой, нам это не понять. Тем не менее, Иоанн Претеча именно так и жил. Он не встречался с людьми, он не общался с людьми. Он жил затворнической жизнью, в которой, ну, мы знаем, единицы из пророков так жили. И не зря его сравнивают с Ильей пророком, так как сам Илья пророк также жил в пещерах, или на горе Кормил, или на горе Синай, куда он убежал от Изавели, жены царя Ахава, которая пыталась его убить, отомстить за ее языческих жрецов, которых убил Илья пророк. То есть он жил в пустыне, Илья пророк, и Иоанн Претеча жил в пустыне. И Илья пророк обращал народ израильский ко Господу от языческих верований. И Иоанн Претеча обращал народ израильский к истинной вере, в вере в пришедшую Мессию, Христа. То есть здесь вот такая очень яркая параллель между ними. И не зря его так вот и называют, что Илья пророк придет. То есть это было одно из пророчеств, что даже апостолы спрашивали Господа, ну как же должен прийти Илья пророк перед тем, как Мессия придет. Господь им ответил, он уже пришел, и с ним сделали, что хотели. То есть он сказал про Иоанн Претечу. И здесь он его также причислил к величайшему пророческому чину. Поэтому много можно сказать про Иоанна Претечу, но, конечно же, это лишь малая часть того, что было в его жизни. Мы не можем вместить в себя то, как он жил. То есть потерять родителей, потерять вообще средства к существованию в детстве и жить, в общем-то, в пустыне. Да, и даже о нем сказано, что он лишь глаз, вопиющий в пустыне. Да, так и есть. Это же, опять же, из Священного Писания фраза, то есть кто ты? Сам Иоанн Претечу говорит, я глаз, вопиющий в пустыне, уготовайте путь Господень, сделайте его прямым. То есть он даже не называет себя по имени, он даже не называет себя там пророком, он просто говорит, я просто голос. Ну и кроме того, его сравнивают с ангелом, потому что и ангел живет, можно сказать, бесплотной жизнью, как Иоанн Претечу, он же бесплотной жизнью практически жил. Без еды, без воды, без жилья, без каких-либо общения с людьми. Но ангел, он еще и посланник, он еще и благовестник, так и Иоанн Претечу, он был послан Господом крестить народ израильский на Иордане, крестить в покаянии. И таким образом благовествовать пришествие Христа Спасителя и подготовить народ израильский к принятию Господа, так как без покаяния Господа принять невозможно. Мы видим, что произошло с фарисеями и первосвященниками, которые не приняли крещение Иоаннова, они не пришли к Иоанну Претечу на Иордан, и не крестились, и не каялись, они и не приняли Господа в дальнейшем. Поэтому без покаяния Господа принять невозможно. Удивительно, что память Иоанна Претечи празднуется шесть раз в году. Да, удивительным образом мы празднуем, день рождения мы празднуем Господа, Богородицы и Иоанна Претечи. Всего лишь три. В основном, не у Успения, да? У Успения также Господа, Богородицы и Иоанна Претечи. У святых в основном мы день их упокоения отмечаем? У святых, да, мы празднуем память о них, когда они отошли ко Господу или мученической кончиной, или праведной кончиной. А здесь не только день рождения Иоанна Претечи, но и день его зачатия, да, праведной Елизаветы. То есть, так же, как и Богородица, так же, как и Господа. То есть, здесь вот он встает в один ряд с Господом, с Богородицей и Иоанном Претечи. Больше в этом ряду нет никого. Ни ангелов, ни людей. Поэтому, и здесь мы также видим, что Господь его превознес над людьми. И действительно, как он сказал, что нет большего от рожденных женами, чем Иоанн Претечи. Вот мы сегодня празднуем третье обретение его главы. Вот расскажите, пожалуйста, что вот за такая история. Мы знаем, да, как усыкновение главы его произошло. Ну, история очень такая длительная и очень интересная с точки зрения даже исторических событий. Я уж не говорю о вероисповедных событиях. Дело в том, что мы помним, как по навету своей матери Иродиады, ее дочка, танцевавшая перед Иродом на его дне рождения, выпросила голову Иоанна Претечи. Иоанн Претечи был тогда в темнице, находился, то есть Ирод его посадил в темницу за то, что тот говорил ему, что нельзя тебе жить с женой твоего брата, потому что Иродиада была женой брата Ирода. И здесь, чтобы он не распространял слухи о правителе, правитель его посадил в темницу. Но не убивал, а вот слушал, разговаривал с ним и держал, так сказать, в таком заточении. Иродиада его ненавидела, Иоанна Претечи, и поэтому добилась таким хитрым ходом. Потому что он обличал их. Да, он ее обличал, и она в этом видела опасность потери своего места при царе, при Ироде. То есть, если бы Ирод послушался, то он бы ее выгнал. И она потеряла все свои привилегии. Естественно, она с этим пыталась бороться. Как бороться? Ну, просто убила, и все, Иоанна Претечи. И когда ему отсекли голову, дочка на блюде принесла голову своей матери, и матери эту голову спрятала в месте, в каком-то неизвестном для нас. Но была жена приставника дома Иродова Хузы. Иоанна. Да, Иоанна. Она как раз наблюдала, куда... То есть мы о ней тоже читаем в Евангелии. Она в числе Мироносец была, да? Да, одна из верующих жен Мироносец. И вот она как раз эту голову Иоанна Претечи взяла у Иродиады и спрятала ее на горе Елеонской, где она потом была и обретена уже после кончины Ирода, после многих событий, когда на месте Иродова, так сказать, поместья уже жил христианин, по-моему, Иннокентий его звали, и который стал строить церковь при копке земли для фундамента, закладки, он нашел главу Иоанна Претечи. Он ее хранил там. То есть это было первое обретение, которое мы тоже отмечаем, да? Да, да, да. Но потом оно также, когда уже, так сказать, он подходил к концу своей жизни, он ее также там и спрятал. Потом было второе обретение двумя монахами на этом месте. Им было открыто, где глава хранится. Они его взяли, но вели себя не особо благочестиво по отношению к этой главе. И эту главу у них унес носильщик, которым они поручили его нести. От этого носильщика, то есть это, можно сказать, еще одно обретение этих двумя монахов. То есть потом оказался в Константинополе глава, да? Этот носильщик отдал священнику, причем Арианину, который опять ее спрятал. Ну, сначала своей ересью, да? Свое учение. Да, он с помощью головы, хранившейся в сосуде, он производил чудеса исцеления. И таким образом укреплял в еретической вере окружающих людей. Но когда был облечен, он ее спрятал в пещере, где она была второй раз обретена и уже монахами, да? Которые рядом с этой пещерой построили монастырь. Им было открыто наставителю, где хранится глава. И эта глава была уже монахами, обретшими ее в пещере, отнесена в Константинополь. И в Константинополе хранилась до времен иконоборческих. Были такие моменты, когда во всей Римской империи и Византийской была борьба с иконами. И тогда эту главу Иоанна Претечи унесли в Абхазию. То есть это 9 век примерно? Да, это уже 9 век. Соответственно, 800 какой-то год иконоборческой ереси. В Абхазии она также была спрятана в пещерке. Это была окраина Римской империи. Там ее никто не нашел. Но патриарху Константинопольскому, когда прошли вот эти вот еретические различные гонения на иконы патриарху, было открыто, где она хранится. И византийский царь Михаил, по-моему, он отправил туда целую, так сказать, процессию, чтобы обрести на том месте, где была открыта патриарху Константинопольскому, обрести главу и принести ее в Константинополь. Это было третье обретение главы Анапретич. Вот такая вот интересная история. Но в дальнейшем части главы были разнесены по всей Римской империи и хранились во многих церквях. Конечно же... Сейчас судьба какова? Эти части хранятся и сейчас. Часть мощи разделили? Да, их разделили на части. И мы помним, что были явно... В церкви присутствовали глава Анапретича и его правая рука, которую он крестил. А с телом стал? Мы знаем, что ученики захоронили. Тело было захоронено учениками. Потом, когда пришел Ильяна Отступник, был такой римский император, который после Константина Великого, который прогласил православие в Римской империи главенствующей религии, Ильяна Отступник стал гнать, то есть после него пришел, и уничтожать все православное. И, соответственно, в этот момент тело было найдено язычниками, как по преданию говорят, его сожгли, а пепел развеяли. Но сохранилась правая десница. То есть это евангелист Лука по преданию? Лука и ее, да. Он хотел и тело все забрать. Когда ушел в Антиохию, он хотел с собой забрать все тело. Но тело не получилось забрать, он взял правую руку. И таким образом она была сохранена от уничтожения и уже хранилась в Константинополе, потом Мальтийский орден обладал ею. И уже от Мальтийского ордена десница Иоанна Претеча была передана к нам в Россию. Соответственно, это частички от руки и от главы разошлись по многим церквям. И сейчас во многих местах, и на Афоне, и в Европе, и в России есть частички мощей Иоанна Претеча, к которым можно приложиться. А для чего Господь дарует нетление мощам святым? Ну, мы люди очень слабые верят. Мы, если нам не давать постоянно какие-то поддерживающие нас факты чудесного такого момента, связанные с жизнью после смерти, то мы начинаем разверяться и начинаем терять веру в вечную жизнь. Поэтому Господь показывает, что даже мощи, не имеющие души, но мощи святых угодников, даже они нетленны. Ну, как вот Иоанн Претеча, или как мощи Александра Свирского, преподобного Сергия, Серафима Саровского. То есть таких много мощей сейчас нам известно, и многие из них даже мир отточат, то есть выделяют такое благоуханное миро, которое собирается, например, Николай Угодника. Там каждый год собирают миро и раздают потом паломникам. То есть мы через это понимаем, что жизнь даже в теле без души, и то жизнь по Божьему промыслу каким-то образом продолжается, и от этих мощей, мало того, эта жизнь переходит на страждущих людей. То есть на мощах исцеляются бесноватые, какие-то больные люди, просящие защиты от судов, или от каких-то напастей человеческих, или в семейных обстоятельствах, то есть прибегающие к угоднику Божию, к его святым мощам, и получают действительно помощь, поддержку. И таким образом человек, который ищет подтверждение своей веры, он через святые мощи, его очень ярко и действенно находит такое подтверждение своей веры. Для этого Господь и хранит мощи святых угодников. Предлагаю прочитать отрывок Евангелия, который посвящен святому Иоанну Предтече. Он сегодня за литургию читался. Это отрывок Евангелия от Матфея, глава 11, стихи со 2 по 15. Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему, «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» И сказал им Иисус в ответ, «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат. Мертвые воскресают, и нищие благовествуют. И блажен, кто не соблазнится о Мне». Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне, что смотреть ходили вы в пустыню. Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка? Да, говорю вам, и больше пророка. Ибо Он тот, о котором написано, «Се я посылаю ангела моего пред лицем твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньше и в Царстве Небесном больше его. От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесной силой берется, и употребляющие усилия восхищают его. «Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. И если хотите принять, он есть или я, которому должно прийти? Кто имеет уши слышать, да слышат». Вот такой вопрос всегда возникает, да? То есть святой пророк Иоанн Претеча, как мы знаем, он еще являлся и Господу родственником по плоти, он же с ним встречался, сам престил его, да, и даже еще в очереве матери узнавал, да, взыграл. И как же тут, говорит, посылает учеников и спрашивает, «Ты ли тот, который должен прийти?» Ну, действительно, он и проповедовал, ведь он первый проповедовал «Се Агнес Господень», который берет грехи мира на себя, да? То есть он проповедовал его Мессией, Спасителем, и говорил, что я не достоин и ремень на обуви его завязать. Почему так вот здесь такие слова интересные, да? То есть казалось бы, ну, прям как будто он потерял веру даже, да? То есть он вот верил-верил и вдруг разуверился. Здесь Иоанн Златоустый пишет очень, так сказать, просто об этом событии. Дело в том, что уже Иоанн Претеча в темнице, уже осталось ему недолго жить, и он понимал, что он уже не выйдет из темницы живым, его убьют. А ученики, тем не менее, были при нем постоянно, и он хотел учеников, так сказать, передать со своих рук на руки Спасителя. И поэтому сказал, сходите, посмотрите. То есть словам бы они не поверили, да? Да, если бы он сказал, что вот Мессия, что вот с ним теперь ходить, они бы его не оставили, они бы... Да и кроме того, как мы читаем раньше, они даже завидовали. То есть они подходили, вот там учитель, Иоанн Претеча говорит, да, там вот кто-то крестит, вот смотри. Да, 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 а что это он крестит-то-то? Вроде ты должен крестить-то, а он крестит. Но всегда Иоанн Претеча, он в ответ на вот такие недоуменные, скажем так, да, слова своих учеников, он говорил, что мне надлежит умоляться, ему же возрастать. Почему? Потому что он настолько умолялся, сам себя умолял, можно сказать, перед лицем Божиим, перед лицем Господа Иисуса Христа, что он понимал, что это спаситель мира, а он всего лишь, его предтеча, всего лишь приуготовляющий его пути. И поэтому, как всякий, кто подготавливает пути, он в свой момент, в нужный, он должен отойти в сторону и впустить того, ради кого он, собственно, все это и делал. Ну и действительно, так как Иоанн Претеча был последний ветхозаветный пророк, который одновременно и был зачинателем Нового Завета, он вошел в Евангелие, он уже участвовал в крещении, он проповедовал Господа, то есть он уже был и там, и там, то есть он одной ногой стоял в Ветхом Завете, а второй ногой стоял уже в Новом Завете. И, конечно же, он понимал, что в Новом Завете места пророкам уже нет, там место только Мессии, Спасителю Господу Иисусу Христу, что, собственно, он и всей своей жизнью и проповедовал, и говорил, и учеников своих также настраивал. Хотя, конечно, они не всегда это понимали, но вот удивительным образом, с помощью Божией они все-таки потом перешли ко Господу и уже стали апостолами, то есть ученики Иоанновы потом стали апостолами Христовыми. И здесь как раз мы видим такой вот из рук в руки передачу учеников от себя Господа. То есть, словом бы они, наверное, не поверили, потому что они как бы любили своего, да, учителя, наставника Иоанна Претеча, да, и они подумали, что по своему смирению он так говорит, а здесь он... Ну, во-первых, да, конечно, привязанность человеческая, потом уважение к нему, конечно же, бы им не позволило самим уйти и искать где-то еще кого-то, какого-то учителя. А когда сам учитель говорит, вот идите туда, это, конечно же, по-другому звучит. Да, причем тут получается, что Господь-то знал, зачем пришел, да, то есть, чтобы показать делами? Ну, Господь, Он видит сердце человеческое, Ему не нужны слова там или какие-то другие наши доказательства, да, Он видит все, что происходит в нашей душе, Он видел происходящее в душе этих учеников Иоанна Претеча. И, конечно же, Он, видя их смущение, что, ну, если бы Он им сказал, да, я Христос, да, вот что бы, ну, они могли бы не поверить Ему словам. Да, поэтому Он, как и всем... Как он дальше тоже, ты сам о себе свидетельствуешь, тоже предъявляли, да? Да, 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 спорщики, да, были от первосвященников, которые оспаривали, но это ты сам о себе свидетельствуешь словами. И Он что им ответил? Есть свидетельствующий о Мне, Отец Мой Небесный, который, собственно, и дает свидетельство неложное. И в другом месте сам Господь помолился, да, прославь Сына Твой. И пришел голос с неба, и прославил, и прославлю. То есть здесь мы видим, что сам Бог Отец свидетельствует о Христе, о Сыне Своем, теми чудесами, которые происходили через Него. И именно так же и с этими учениками произошло. То есть они пришли, и не слова Христовы выслушали, а увидели, как Христос говорит, передайте, Яна Претеча, что вы увидели. Что хромые ходят, слепые видят, прозревают, что бесноватые исцеляются, немые глухие. То есть Господь, наверное, специально для них создал такие условия, да, показатели? Ну, не только для них. Господь, Он ведь универсально для всех это делал. И они влились в этот процесс, вот в тот момент. Когда для каждого из тех, кого Господь исцелил, Он и Ему это делал. То есть Он же не делал это для, вот только, ну, показухи. Нет, Он делал и для больных, страждущих тоже, по милосердию к ним, по любви к ним, исцелял их и помогал им. Но и для них, для учеников Иоанновых, Он тоже это так же использовал в качестве доказательства того, что Он Христос. То есть того мессию, которого проповедовал Иоанн Претеча, они видели перед своими глазами и понимали, что, ну, другого-то уже не придет, потому что Иоанн Претеча – это тот, кто ангел предшествующей мессии, и после него, вот, ну, нет никого, кто бы творил столько чудес. Это признавали все, что могли бы кто-то, если придет другой мессии, сотворит ли он больше чудеса, чем Христос сотворил? Конечно же, нет. Поэтому здесь Христос вот так очень мудро им показал свое мессианство, свое спасительное, так сказать, естество Сына Божия, и они пошли к Иоанну Претечу уже вот с этой вестью. И уже верующие ушли. Да, фактически, они уже уверовали, что действительно это Христос, и после кончины мученической Иоанна Претеча они присоединились к апостолу. Слова Господа «Блажен, кто не соблазнится мне». Как их толковать? Ну, дело в том, что соблазняет нас сатана всегда, да, то есть на какие-то поступки или какие-то мысли, или какие-то чувства, или какие-то внутренние такие принципиальные взгляды, он соблазняет нас в худшую всегда сторону. То есть если Христос показал, что Он Спаситель мира, Мессия, Он же и говорит «Блажен, кто не соблазнится мне», то есть не перестанет веровать в Меня. То есть это соблазнение сатана делал, делает и будет делать в течение всех веков существования рода человеческого, что в Христа верить не надо, что это не было, что все, что там перечислено в Евангелии, это все ложь, ну и так далее. Или то, что там, как потом научили первосвященники, что апостол выкрал тело Христова, да, он не воскрес сам. То есть мы видим вот таких соблазнений огромное количество. И здесь Господь теперь этим ученикам Иоанновам говорит, что «Блажен, то есть счастлив тот, кто не разуверится во Мне, не соблазнится о Мне, а последует Мне, возьмет свой крест и пойдет за Мною». То есть вот это как раз здесь и звучит в его словах, которые он направлял к этим ученикам. То есть не к Иоанну Претичу, он это им лично говорил. Дальше мы читаем. Когда же они пошли, то есть ученики уходят, и Господь тут начинает говорить народу об Иоанне, да, что там вот ходить, смотрели в пустыню, тросили ветром колеблемую. Почему вот Господь дождался, пока вот ученики ушли, и почему он при них не стал говорить? Ну, дело в том, что здесь Господь также прославляет Иоанну Претичу. То есть он понимает, что, ну, он знает, что Иоанн Претича – его слуга, его, так сказать, ангел, предшествующий ему, и он об этом говорит людям, укрепляя их в том, что, ну, как в пророчестве сказано, что должен был прийти ангел и предуготовить, или я пророк. И здесь он говорит, что, ну, вы же все видели Иоанна Претича, вы к нему ходили, вы чего туда ходили просто на тростник посмотреть колеблемую ветру? То есть ученикам это не обязательно было и слышать, да? Для учеников это неинтересно было, потому что они и так веровали в Иоанну Претичу. Здесь они пришли как раз за верою в Христа. А вот тот народ, который остался, то есть ученики ушли, а народ, который остался там, ему нужно было объяснить вот последовательность этих событий. Поэтому Господь и говорит, что, ну, вы же, когда ходили на Иордан к Иоанну Претичу, вы же не на тростник ходили смотреть, а на Иоанну Претичу. То есть тростник колеблется, Иоанн Претича. Ты тверд веришь, и именно Он же предуготовил мои пути. Он же меня проповедовал, не кого-то другого. То есть Он на Него, на Христа показал все агнец Божий, земли и грехи мира. То есть Он конкретно, Иоанн Претича указал на Господа и сказал, что я ему не достоин ремень на сапогах завязать. То есть настолько Он себя умолял пред Господом и ощущал свою немощь духовную. Поэтому здесь Господь к этому и апеллирует, чтобы убедить тех людей, которые стояли рядом с Ним, что да, действительно Он Христос. Да, что ходить? В мягкие одежды, да? В мягкие одежды, это да. Если в пустыне мягких одеждах вы людей не найдете, они в царских чертогах находятся. То есть вы ходили на камыш смотреть, на людей, которые облечены властью, в мягких одеждах ходят. Нет, там в пустыне его не было. Вы ходили к Иоанну Претичи. Тогда сами себе дайте ответ, зачем вы ходили и зачем вы на него смотрели. Просто так полюбопытствовать. То есть здесь Господь еще и укоряет людей, что они просто некоторые из любопытства туда приходили. Ну вот все идут, и я пойду посмотреть, что там происходит. А выводов относительно своей жизни не сделали, потому что Иоанн Претичи говорил, что покайтесь, то есть сделайте выводы и пересмотрите свою жизнь, так как за мной грядет больше меня. И здесь вот к этой мысли Христос и подводит всех, кто вокруг него здесь сейчас стоял. Господь говорит, да, истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном большего. Кто же этот меньший? Ну, сам Господь, он был по возрасту меньше Иоанн Претичи. Сначала родился Иоанн Претича, а потом уже родился Господь. Он тут говорит о себе, что он меньший по возрасту, но он в Царстве Небесном, Господь, Иоанн Претичи-то еще не в Царстве Небесном, а он уже в Царстве Небесном, и он царь, собственно, этого царства, поэтому он больше Иоанна Претичи. Здесь он также указывает на то, что Иоанну Претичи надо воздавать какие-то божественные виды поклонения, о Ему, как Царю, как Господу, как Спасителю, как Мессии. Здесь он как раз говорит о себе, что именно он меньше по возрасту, но больше в Царстве Небесном. У нас был Иоанн Телезритель, и просили в устной форме вопрос задать вам, насколько правильно вообще размещать фотографии среди икон? – Ну, я бы не стал этого делать, потому что на фотографиях не святые изображены, а наши близкие, родственники, какие-то там друзья, товарищи. А на иконах святые, которым мы молимся, которых мы считаем заступниками своим пред Господом, молитвенниками за нас. И, собственно, на иконочке мы молимся, а на фотографии мы молиться-то не должны. То есть там нет святости, нет заступничества. Мало того, надо еще молиться за тех, кто, если они уже умерли, да и если живые, тоже надо молиться за тех, кто на фотографиях изображен. Поэтому их надо убрать от икон, то есть им свое место фотографиям, а иконам свое место. Разделить святыньку от памяти о своих близких, родственниках, знакомых. – Это в идеале, да? А если человек не может повлиять на эту ситуацию? Например, у вас бабушка позвонила и спросила, что вот в семье ее, например, сына, вот так, она же не может прийти, там, сейчас я все передвину. – Ну да, конечно. – То есть, в общем-то, это не грех? – Ну, большого греха в этом, конечно же, нет особо, вот прям, ну, это не смертный грех. – Но это недопонимание просто. – Ну, это неправильное отношение к иконам, к святыням, неправильное отношение. То есть, не надо смешивать память о близких с молитвенным, так сказать, общением со святыми. Это разные вещи. То есть, когда мы молимся святым, это одно. Когда мы помним о своих близких, это совсем другое действие. Вот когда это все в смеси, то это неправильно. То есть, должно быть это к этому, а это к этому. Молиться мы должны в одном месте, вспоминать своих друзей, знакомых и близких, родственников в другом месте. – Далее по тексту Евангелия мы читаем, да, что после повествования здесь идет вроде как ионный предтечий, и потом вдруг как будто евангелист говорит о Царстве Божьем, как бы меняет тему, да. «Одни же его накрестители, да они, Царство Небесное, силу берется, и употребляющие усилия восхищают его». Вот вроде как будто две разные темы. Есть какая-то связь между ними? – Ну, у Господа нету бессвязных слов, и все слова в Евангелии, они все имеют какую-то свою логику развития и духовный смысл. Поэтому здесь Господь говорит о чем? О том, что да, вот Царствие Небесное, да, покайтесь, и связь с Иоанном предтечием, потому что Иоанн предтечи говорил о покаянии. Но для того, чтобы покаяться, нужно приложить усилия. Просто так покаяться невозможно. А если человек покаялся и начинает уже понимать, что надо делать какие-то добрые дела, надо исправляться, надо нравственно возрастать, то для этого еще большее усилие требуется. И здесь Господь как раз поддерживает всех тех, которые, может быть, ждут, что оно само по себе произойдет, и покаяние, и какие-то добрые дела сами по себе начнут происходить. Нет. Для того, чтобы все это началось в жизни человека, доброе, хорошее, спасительное, нужно приложить усилия. Само по себе не происходит. Даже многие, я думаю, замечали, что вот все, наметил сходить в церковь. И то одно, то другое, то третье откладывается, откладывается, откладывается. Ну ладно, ну ладно, ну потом, ну там в следующий раз, ну еще там. Пока не приложишь усилий, нет, все, вот все, я, так сказать, отсекаю, уже никаких, так сказать, оправданий нет. Я все равно, вот сегодня, что бы там ни произошло, да, я все равно пойду в церковь. То есть усилия приложишь, тогда в церковь пойдешь. Вот здесь как раз об этом Господь говорит, что да, все правильно, да, все, что Иоанн Претечий говорил, да, что нужно покаяться, что нужно веровать во Христа. Но для этого нужны силы. И только тогда в Сарство Небесное можно войти. Без усилий ничего не получится. Так мы устроены после грехопадения наших родителей, Адама и Евы. Мы легко движимы на грех, и трудно движимы на какие-то добрые дела. То есть добрые дела нам всегда с усилием даются. Ну и, может быть, здесь такая тоже связь, да, то есть Господь переходит от себя, то есть, получается, Он уже к себе подводит, да, то, что меньше в Царство Небесном, то есть Господь... И то есть, получается, что пророк Иоанн Претечий говорил, что покайтесь, ибо приблизилось к Царству Небесному, ну, как будто вот грядет, грядет. А тут уже Господь сам пришел, да, и Царство Небесное – это же вера в Бога. Ну, Господь пришел, и Он произвещает, вот Царство, вот я Царь, вот мое Царство, оно пришло к вам, но чтобы в Него войти, вы должны приложить усилия. То есть, всякий, кто усилия прикладывает, он будет со мною. То есть у Иоанна Претечий было такое таинство, как бы покаяние, а здесь же прощение грехов наступило, когда Господь, да? Ну, конечно, то есть, ведь Иоанн Претечий, он же не прощал грехи, он лишь призывал к покаянию в грехах, а прощать грехи, мы читаем в Евангелии, смог только Спаситель. Он так и говорил во многих местах. Все, вставай, бери одра твоя, прощается тебе грехи твои. Да, и многие говорили, как это он может прощать грехи? То есть, это следующий шаг к спасению человека, то есть первый шаг – покаяние, который проповедовал Анна Претеча, следующий шаг – прощение грехов в покаянии от Господа Иисуса Христа. Это мы видим в Евангелии дальнейшее развитие событий. То есть, все это прям вот логика такая очень правильная и ясновидимая во всем этом. А что вообще такое Царство Небесное? Царство Небесное – это жизнь с Богом, когда Господь внутри тебя находится, и когда ты живешь уже по законам Его Царства, то есть Царства Божьего. где ты живешь – здесь, в этом мире, или в том мире – уже не имеет такой вот большой разницы. Если ты с Богом, то ты везде исполняешь Его заповеди. Конечно же, после кончины проще жить с Богом, потому что там нет искушений, там нет страстей, там уже, так сказать, мы избавлены от нападок бесовских. А здесь нам приходится, чтобы выполнять заповеди Божьи, чтобы быть с Богом, чтобы жить в Царстве Божьем здесь, держать свое сердце в чистоте. Вот это необходимо, потому что в нечистом сердце заповеди Божьи не удержатся и не сможет такое сердце исполнить их. Поэтому Царство Божье внутри вас есть, как Господь говорил в Евангелии, и поэтому для этого нужно прикладывать усилия, чтобы это Царство Божье внутри нас сохранялось, то есть чтобы мы его не оттолкнули от себя своими поступками греховными. То есть мы свое сердце должны перестраивать. И так написано, да, что Царство Небесное – это не пища и питье, а праведность в Духе Святом. Ну, конечно же, Царство Небесное – это то, где живет Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой Дух. И Господь так и говорит, «Тот, кто слушает Меня, исполняет слова Мои, к тому явлюсь Я и Отец Мой Небесный, и Дух Святой, и сотворим у Него обитель». То есть вот эта обитель в сердце человеческом и есть Царствие Божие. Уже здесь на земле могущее быть достигнутым. И, конечно же, для этого нужны усилия от человека. Если он хочет этого, он должен создать условия, то есть исполнять слова Спасителя. – Последняя фраза такая, мы часто ее от Господа слышим, да? «Кто имеет уши слышать, да слышит». Вот сейчас у нас модно такое слово. Так, делаем выводы. – Значит, «кто умеет слышать, да слышит». Но странно, да, звучит? Ведь все же слышали. Господь обращал, он же не к глухим, да, это все говорил. Он всем слышащим говорил. Но в этой фразе мы понимаем, что есть еще и второе как бы слышание. То есть мало слышать, нужно еще и уразуметь. Ну, примеры жизни мы часто говорим на фоне работающего телевизора. Он громко говорит, там что-то так говорят, что-то играют, там какие-то фильмы идут, а мы спокойно делаем какие-то свои дела и не слышим, что там происходит. Оно как бы фоном идет, но мы даже потом… – Да, а мозг-то к человеку устроен, он слышит что-то одно. – Да, мы можем направлено быть только в то русло, на котором мы сконцентрировали внимание. То есть если я разговариваю с собеседником, а телевизор где-то рядом что-то там говорит, то я его не слушаю, я слушаю собеседника, чтобы быть в разговоре. И наоборот, если я смотрю телевизор, а мне собеседник что-то говорит, то я говорю, а, что ты… То есть я уже его не слышу, а слышу телевизор. То есть вот даже на таком простом примере мы видим, что оказывается у нас два слышания. Первое слышание – это плотское, ушами, а второе слышание – это разумное, внутреннее слышание, когда мы уразумеваем то, что к нам через уши приходит. И вот об этом Господь и говорит. Мы должны уразуметь то, что Он говорит. Не просто, так сказать, вот сотрясло воздух, да, какое-то Слово Божие, а до нас не дошло, до сердца нашего. Но там есть еще одна ступенька, то есть мало уразуметь, то есть умом понять, что Господь говорит. Надо еще это, чтобы в сердце сошло, и тогда сердце начинает жить вот этим разумением Слова Божьего, и тогда сердце приносит добрые плоды. То есть вот эти три этапа – сначала уши плотские наши, потом разум, а потом сердце. Вот в этом мы должны себя, так сказать, тренировать, чтобы когда читали Евангелие, не просто бегали глазами по тексту, а еще и наш ум все понимал, и сердце к этому подключено было. Да, и Господь здесь, наверное, такое, чтобы особое внимание, да, привлекает, что внимание слушайте. Внимательность, да, сосредоточенность, отсутствие рассеянности. Есть такой грех – рассеянность на молитве, да, или рассеянность при чтении Святого Писания. Вот это об этом говорится. Да, у нас всего одна минуточка. Заключительное слово, пожалуйста, напомню, что у нас начинается с понедельника апостольский пост, у нас 12 июня – это выходной в стране, чтобы люди у нас не разгулялись. Да, шашлыками, да, не надо праздновать, потому что уже начинается пост. Богословение, пожалуйста. Да, Бог вас всех благословит, провести этот пост с пользой для души, для спасения ее. И помните, что в этом посту нельзя пища животного происхождения. Мясное, молочное, яиц, птицы и прочее. Да, благодарю вас, отец Емени, что вы к нам приехали. Приезжайте еще. Спасибо, Господи. До свидания. Да, на сегодня все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова А.Кулакова